Осечкин тоже в курсе этого дела, но так, видимо, получилось, что Осечкина ввели в курс дела не те люди, люди, которые были. Я бы хотел начать этот эфир с темы очень сложной и неприятной для многих. Это тема заключенных в России. Я делал несколько публикаций, репостов, статей ГУЛАГа, новые газеты про пытки в тюрьмах российских. И когда ты начинаешь смотреть одно видео, в рекомендациях появляется другое, ты смотришь другое, и вот эта тема тебя засасывает. И когда ты в это все окунаешься, ты понимаешь, что самая сложная ситуация у заключенных. И это самый незащищенный слой населения сегодня. Это заключенный. А если ты заключенный и при этом ты чеченец, то у тебя твоя сложность, твоей ситуации умножается на два сразу же. А если ты заключенный, чеченец, осужденный по статье НВФ, террористическая какая-нибудь статья, то твоя сложность ситуации умножается на десять. Вот вы представляете просто, насколько в сложной ситуации находятся эти люди. И вот я как-то в этих реках всяких статей, видео, я нарвался на историю чеченца Ильяса Дашаева. Там его супруга дает интервью, рассказывает о фабрикации в отношении него уголовного дела. И я просто ужаснулся от того, насколько в сложной ситуации оказался человек. Дело в том, что он осужден по самой популярной у нас статье, либо НВФ, либо террористической, что-то в общем в этом роде. Связано это с боевыми действиями в Чечне, с Российско-Чеченской войной. И у него там реально очень сложная, тяжелая статья, преступление, которое ему вменяют, оно тоже очень тяжелое. И ему изначально дали 25 лет, срок огромный. Потом, в ходе, значит, уже когда он сидел в тюрьме, выяснилось, что два из тех преступлений, которые ему вменяют, два из них были совершены в одно и то же время в разных совершенно местах. То есть этот человек не мог совершить эти два преступления одновременно. Выяснилось, что одно из них на него просто накинули. Но мы понимаем, да, как у нас там работает, в принципе, система людей тупо просто, ну, публикуют уголовные дела. Да, поэтому, тем более, его сажали в начале нулевых, понятно, что там на него накинули все то, что он и делал, и не делал. В общем, в итоге с него это одно преступление снимают, срок уменьшается, по-моему, на три с половиной года. Он сидит, кажется, с 2002 года. Ему через несколько лет, как бы, уже нужно освобождаться. И вот в их тюрьме происходит убийство. То ли убийство, то ли человек сам умирает. Не знаю. Но решают, что это убийство, что его убили. Есть такой руководитель этого, ну, YouTube-канала, плюс, видимо, это еще издание, ГУЛАГу, нет. Это очень полезный, на самом деле, канал. И то, чем занимаются эти люди, это реально очень нужная деятельность. Руководителем этого ГУЛАГа, нет, является Осечкин. Осечкин, точно. Осечкин тоже в курсе этого дела. Но так, видимо, получилось, что Осечкина ввели в курс дела не те люди. Люди, которые были заинтересованы в том, чтобы обвинили в этом убийстве, которые его не совершали. И, в общем, так получилось, что Осечкин изначально дал информацию недостоверную. И, в общем, этого парня, этого Эляса Дашаева, и вместе с ним еще 9 человек, то есть их всего 10 человек, их теперь обвиняют в том, что они убили этого заключенного. И там настолько все сфабриковано, это супруга этого Эляса Дашаева, она приводит там все эти несостыковки, как протоколы составляются. Написано, что составлено в одном месте, но в это же самое время допрошенный заключенный находится вообще в другом городе, этой области, этого края. Он сидит, отбывает срок, то есть он не может физически вообще быть в этом СИЗО, где этот следователь типа составил этот протокол, его допрашивал. То есть там настолько много несостыковок, и это дает нам возможность как бы давать свою оценку. И отсюда я и говорю, что Чистякова ввели в заблуждение, скорее всего, по этой теме. Чистяков просто изначально дал информацию, что этого человека убили, убили его заключенные, и, видимо, там перечислил эти фамилии. Чистякова тоже можно понять. Те пытались, видимо, вообще как-то не реагировать на эту смерть. А Чистяков своими публикациями заставил их реагировать, то есть отреагировать на это, возбудить уголовное дело, начать расследование. Но проблема в том, что они, начав это расследование, сфабриковали уголовное дело в отношении непричастных к этому людей. И, в общем, сейчас этому Ильясу Дашаеву и вместе с ним там еще другим заключенным грозит до 15 лет. Представляете, человек сидит 20, сколько там, 2,5 года ему надо отсидеть, да, или 21,5. И ему теперь еще до 15 лет хотят добавить, не выпуская его из тюрьмы, он и так осужден на огромный срок, его теперь пытаются еще дальше содержать под стражей. И вот сложность этой ситуации в том, что общественность в целом, она закроет на это глаза, потому что то, за что он осужден, это очень тяжелая статья, тяжелое преступление, которое ему вменяется. И я не знаю, совершил он его или нет. У нас нет этого знания. Но проблема в том, что когда общественность, когда твое сознание понимает, что это вот преступник, им это показали, что вот он сделал там нечто страшное, он там убил ни в чем не повинных людей, он там их расчленил. И у тебя уже о нем плохое, очень плохое мнение. И ты думаешь, да пускай дальше держат его в тюрьме. Даже если он не виновен, пусть они на него еще накинут эту статью. А то, что он не выйдет на свободу, ничего в этом страшного для нас нет. Пусть он лучше будет сидеть. Он такой опасный человек. И здесь, знаете, проблема в чем? В том, что действительно в отношении некоторых людей, какие-то люди реально являются очень серьезными преступниками. И, возможно, большинство из нас скажут, что действительно лучше им быть в изоляции и не находиться среди общества. Но проблема в том, что когда мы сегодня вот так поступаем с преступниками, завтра так же поступят и не с преступниками, а с политзаключенными. С людьми, которые просто совершили что-то не тяжкое, где-то ошиблись, залетели. И в отношении них точно так же поступят и поступают. Посмотрите сегодня на Навального, посмотрите на тех, кого задерживают за мирные какие-то акции и протесты. Ведь это все происходит, если это происходит с преступниками, если сегодня закрываются глаза на то, что это делают с преступниками, фабрикуют в отношении уголовного дела, как бы, какими плохими они людьми не были. Завтра то же самое будут делать и с нормальными людьми, с хорошими людьми, которые оказались там случайно, либо они не виновны, либо виновны. Но это преступление у них не тяжкое, легкое, не заплатили налоги, допустим, какую-нибудь финансовую махинацию сделали. Это ведь не социально опасные люди, мы ведь понимаем, что они не должны вечно сидеть в тюрьме. Но сегодня мы простили этим силовикам фабрикацию уголовного дела против плохих людей, опасных людей. Завтра они сфабрикуют эти дела в отношении вас, нормальных людей. Поэтому тот, кто, тот следователь, который фабрикует уголовное дело, неважно в отношении кого, он преступник. Это нельзя никак допустить. Сегодня вы его вскармливаете, сегодня вы его учите тому, что так можно поступать. И из-за этого завтра вы сами же и пострадаете. Я ни в коем случае не хотел этим самым сказать, что Элиас Дашаев является преступником. Я не знаю, я лишь знаю, что его осудили по очень тяжкому преступлению. Совершал он его или нет, я не знаю. Я также знаю, что в Чечне по сегодняшний день, а в начале нулевых тем более, людей просто тупо на постах задерживали, вешали на них все, что угодно и отправляли в тюрьмы. Я понимаю, что чеченцы берут на себя, возьмут на себя что угодно. Вплоть до убийства Кеннеди. Все, что угодно на себя возьмут. Башни, близнецы на себя возьмут. Заставят взять. Там нет другого выхода. Те пытки, которым подвергали и подвергают чеченцев в Чечне, это вещи, которые человек не в состоянии этого выдержать. Поэтому я не знаю, реально совершил он это преступление или нет. Но даже если он его совершил, даже если он человек очень плохой, сегодня в целом люди хорошие не должны допустить того, чтобы в отношении даже плохих людей фабриковались уголовные дела. Если он совершил это преступление, если он человек очень плохой, он получил за это наказание, предусмотренное российским законодательством. Он должен отсидеть этот срок, понести это наказание и после этого выйти на свободу. Если он затем совершит опять что-то плохое, то он должен будет понести уже за это новое преступление, наказание. Но вменять ему то, чего он не делал, и таким образом вечно держать его за решеткой, это недопустимо. Я еще раз хочу напомнить всем, что допустив это сегодня в отношении плохих людей, завтра это в десятикратном размере аукнется на людях нормальных, хороших, со своими семьями. Это могут быть ваши отцы, это могут быть ваши матеря, братья, сестры, дяди, тети, дедушки, бабушки, ваши дети, ваши племянники. Подумайте об этом. Вспомните про ГУЛАГ, вспомните про миллионы людей, которые прошли через каторги просто из-за того, что их объявляли врагами народа. А ведь это все с чего-то начиналось. Это не так, что раз в один момент миллионы людей отправили на каторгу. Нет, это все начиналось с того, что сначала люди закрывали глаза. Они думали, ничего страшного, этот человек плохой. Пусть они его переедут. Пусть он даже этого не сделал, но он в принципе плохой. Пусть его отправят в тюрьму, пусть его расстреляют. Вот так все начиналось. И потом это все коснулось миллионов людей, которые были невиновны. Которые были, даже если в чем-то и были виновны, но не в том, что ими инкриминировали. Людей стали просто оптом убивать и отправлять на каторгу. Поэтому это очень важно в сознании, в своем переключателе, переключить свое сознание. Понять, что человек, если плохой, это еще не значит, что в отношении него можно делать все, что угодно. Надо понимать, что следователь, фабрикующий уголовное дело против плохого человека, является еще более худшим человеком. Является еще более худшим преступником. Он сегодня использует свое служебное положение для того, чтобы совершить несправедливость против преступника. Завтра он также будет использовать свое служебное положение, чтобы погубить жизни хороших, нормальных людей. Субтитры создавал DimaTorzok